если душа просит чего-то поактивнее городских прогулок на помощь приходят походы и их водные братья сплавы после популярности в советские времена сплавы снова набирают обороты ими увлекаются все больше людей вот и я решил попробовать поход по реке на надувной байдарке думаю если я бы посмотрел это видео которое сегодня вам покажу все прошло бы проще опыт сын ошибок трудных для всех кто собирается на сплав наше сегодняшнее видео взял и значит что мы имеем меня высадили с лодкой оборудованием насосом собственно говоря и веслами здесь метров наверное 500 может километр плотина которая истринское водохранилище отделяет от реки истра река небольшая не глубокая мелкая вот собственно говоря день высадили здесь тьма всяких насекомых не страшны комары сколько страшны оводы и всякие мухи летают тоже меня просто облепили видите я в поле и вот так вот через поле мне сейчас придется подобраться к воде каких-то других доступов к воде я не увидел мы здесь катались наверно полчаса ничего такого тут нет общем через поле туда я буду погружаться но сейчас нужно все это дело разобрать собрать где я вырядился уже жара 27 наверно вот я оделся в обмундирование потому что насекомые конечно бомбят и обшикался весь всевозможными аэрозолями погнали быстро собираться надо на воду как можно скорее всего получается но накачивается и два борта потом ставится 2 сидушки я наверно поставлю одну я же один насос кстати удобный что он качает и на толчок и на обратно на подъем самому или с агентом если вы начинающий путешественник посмотрите туры от профессионалов они начинаются от 5000 рублей за два дня и организуются везде где есть вода можно и начать с коротких прогулок например если вы живете в петербурге попробуйте проплыть по городским каналам прежде чем выходить на большую воду что обычно включают операторы стоимость собственно плав средства и жилеты каски весла еду и напитки само собой фуршет вам не устроят инструктора аптечку опционально трансфер заброску палатки и сопутствующие удобства типа переносной бани если едете куда-нибудь подальше да подольше в общем ребята как вы уже поняли путешествие мое началось с того что я ушел под воду лодка мне перевернулась самостоятельно запланировать заплыв можно если вы или ваш близкий друг уже опытный турист знает маршруты тонкости умеете справляться с трудностями на воде и мастерски разогреваете тушенку и как бы странно это не звучало но самое главное это убедиться в том что будет комфортно с вашими попутчиками вы будете бок о бок 24 на 7 и чтобы все не закончилось сражением на веслах и криками да чтобы я с тобой еще хоть куда-то внимательно продумайте состав команды подготовка к сплаву если мы говорим о сплаве на спокойной воде особых физрекордов от вас никто не ждет готовы нести нелегкий рюкзак и грести в спокойном темпе вы подходите если поедете с оператором или агентом группа всяко сформируется с учетом опыта участников для первого раза не берите маршрут более пяти дней и учитывайте что проходить придется до 15 километров за день конечно лучшее время для похода лето особенно если вы не завзятый бородатый походник ночевка в палатке осенью или весной может заставить вас тосковать по теплому одеялку и удобному матрасу плюс дожди и заморозки для горожанина привыкшего прятаться в кофейне со стаканчиком матча латы могут быть экстремальными условиями ребята под мостом буду проплывать второй раз вот за два часа это второй мост у меня здесь немножко сужается русло и сразу же ускоряется поток но не сильно то есть абсолютно спокойненько пороки даже какие-то будут конечно же ребята во всех этих приключениях путешествия не надо забывать о таких мелочах как вода тоже часто бывает собираешься собираешься куда-то раз приехал а потом более животное взял и чаще всего сплавляются в россии если кратко везде где есть вода если вы долго пытаетесь выбрать место для первого сплава начать стоит своем же регионе где вам привычен климат да и на дорогу не потратитесь если уже втянулись вот вам мой список маршрутов средняя полоса россии московская тверская калужская и тульская область реки тверца клязьма угра и я собственно говоря плавал и по москве реки карелия там бесчисленное количество мест как рек так и озер урал реки белая юрюзань краснодарский край река лаба федерация спортивного туризма россии разработала специальную методику маршрутов по которой все они делятся на 6 категорий по протяженности сложности и силе препятствий если будете искать маршрут сами на форумах телеграм-каналах жж или фб увидите что туристы и опытные походники часто помечают свои заметки о местах маршрутах соответствующей категории сложности какую выбрать байдарку самый надежный вариант каркасная разборная отлично держит курсы и сопротивляется ветру легко разбирается удобно сидеть много места и для ног и для вещей есть и на 1 и на 2 и на 3 человека лучше и крепче металлический каркас его как правило делают не тяжелым и пвх оболочка есть и каркас на надувные варианты минус слабо маневренная надувные байдарки это как раз таки мой случай прочные и практичные безопасны для новичков если не забудете конечно к ним насос у меня двухместный вариант около 15 килограмм веса три с половиной метра в длину монолитные пластиковые байдарки это чак норрис в мире сплавов они выдержат удары даже на бурных потоках но новички в них ходить не смогут нужны опыт и сноровка для сработавшейся команды с равным уровнем подготовки подойдут катамараны или рафты по крафты тут уже у каждого будет своя роль и одновременно нужно будет синхронно грести иначе будете ритмично и романтично кружиться на одном месте если вы в москве у вас нет своего плавсредства вот вам список хороших прокатов рентмания прокат байдарок прокат байдарки рус походники не забудьте взять с собой ремонтный набор прочные нитки и толстые иглы армированный алюминиевый скотч клей и обезжириватель ножницы и и запасные детали согласно конструкции вашего плавсредства клапаны муфты и так далее друзья я здесь решил сделать небольшую остановку здесь такой песчаный пляж для того чтобы ножками по песочку походить окунуться здесь кстати очень чистая вода очень красиво просто бомба окунаюсь снял я уже свои лосинки а я за мостом второй раз сел на мель кто-то может сказать его его и камеру снимать смотри она снимала видите падает вот так вот туда-сюда дергая трачу время камеру делать еще надо как-то гриб вообще сам сплав можно разделить на несколько этапов и каждому нужно относиться серьезно заброска вы доезжаете до места старта на машине поезде автобусе стапель собирайте байдарку и загружайте в нее пожитки сам сплав с ночевками на берегу конечно же антистапель логично из названия это разборка всего и вся выброска доставка вашего героического тела домой в теплую кроватку и горячую ванну в идеале помимо планируемой выброски стоит продумать и запасной вариант остановки выхода окончания маршрута например если кто-то из команды заболеет получит травму или если повредится снаряжение это очень советую продумать для маршрутов дольше трех четырех дней санаторий какой-то а гостиница а что за гостиница ты не знаешь ты знаешь какой гостиница ребята интересно но девочка не знала какой гостиницы находится интересно вы всегда знаете в какой гостинице вы находитесь может конечно у нее много было гостиниц за последнее время экипировка для сплава пожалуй один из самых важных моментов каски спасательные жилеты жилеты могут быть пенными надувными последние компактнее лучше держится на воде но грести в них труднее внимательнее выбирайте размер девушки это не тот случай когда ну я немного похудею и будет как раз герметичные мешки обычно советуют для сложных походов но и новичкам с ними будет спокойнее лучше взять несколько поменьше 20-35 литров чем пару больших 80 литровых так сможете их удобно рассовать по разным уголкам да и вещи находить удобнее рюкзак объем 100 120 литров на человека 15-30 килограмм веса в наполненном виде обязательно при покупке проверяйте крепость фурнитуры пояса клапаны молнии завязки лямки хорошо если отделение карманов много так можно оптимально рассовать кучу полезной мелочи чтобы быстро ее доставать что по одежде и обуви главное практичность не маркость прочность и способность быстро высыхать в идеале за ночь мокрые попы и не любят все минимальная комплектация один набор для сплава один сухой для берега минимум на каждую дополнительную неделю похода плюсуйте по сухому комплекту помните что практичнее всего одеваться слоями по принципу капустки мокрый набор сплавной футболка шорты или брюки в идеале из необрена слабо промокает а если уж промок то нагревает воду до температуры тела светлый головной убор и шарф бандана на шею верхняя одежда от ветра ветровка штормовка в идеале мембранная термобелье купальник перчатки чтобы не натереть руки и веслами до кровавых мозолей да да и еще раз до ботинки из неопрена нескользящие сандали с неопреновыми носками на лето сухой набор термобелье длинные штаны в идеале с карманами типа карга можно штаны шорты забавно но практично футболка носки желательно высокие стоит взять отдельные теплые носки для сна особенно актуально для девушек теплая толстовка кофта свитер в идеале на молнии не глухой полувер пригодится и дождевик крепкий с рукавами капюшоном и завязками на шее будет в самый раз дождевик за 100 рублей а к пластиковый пакетик выживет на сплаве минуты две-три непромокаемая обувь если цены в спортивных магазинах повергнут вас в прединфактное состояние перед сплавом всегда можно найти альтернативу как минимум авито как хороший вариант магазины типа военторга или все для рыбалки то же самое практичное и подешевле ну или отправляйтесь декатлон на всякий случай надел на камеру микрофон потому что периодами дует ветер чтобы звук был нормальный плывешь там птички везде чирикают прикольно очень спокойствие просто безумное но кстати здесь где-то вот далеко недалеко дорога идет хотя и вот и странно вообще в принципе проходит рядом с дорогами и у меня на пути должен где-то скоро появится новый иерусалимский монастырь ребята вот очень важная вещь в любом путешествие особенно летом это крем от загара потому что обгореть можно очень легко и быстро на солнце а потом испортить себе другие дни лучше блин не загореть чем обгореть понимаете как любит русский турист делать на море приехать и 30 градусов и так похрен чего там этот крем мне вот а потом сметаны мазаться еще чем мазаться щиплет все это кожа блин облазит потом ну короче понятно да чем вот эта штучка и лучше попшикаться потому что она незаметно солнце вот даже сейчас я в теньке сейчас да но выплываешь вот так вот раз 20 выплавишь на солнышко и потом можно подгореть оборудование палатка стоит брать светлую будете меньше греться на солнце не промокаемую комментарий тут излишне и с тамбуром это незаменимая деталь под которую прячут обувь вещи и одежду на случае дождя иначе все добро придется заносить к себе в палатку и спать как принцесса на горошине в груди бархла если едете в компании сообразите вместе тент очень удобно когда идет дождь а вы хотите собраться вместе пообедать и собрать разобрать лагерь топора пила также небольшая лопата для разведения и соответственно тушения костра это не каждому брать с собой одного-двух комплектов на компанию обычно достаточно походная тренога таганок или костровой тросик тот же принцип спальный мешок как он будет компактнее а мешок одеяла практичнее особенно если едете с кем-то и в палатке будете ночевать вместе раскрываете оба мешка в одеяло и укутываетесь с комфортом на среднюю полосу россии советую брать мешок с минимум температуры в 10 градусов туристические коврики пенки карематы толстые более комфортные но и более громоздкие так что выбирайте на свой вкус газовая горелка опционально но полезно никакой мороки с костром особенно если погода сырая всегда горячая еда и свежий чай и баллоны расходуется не быстро котелки для костра один для еды один для чая самые практичные из нержавейки с крышкой чтобы вода быстрее закипала индивидуально миска кружка и ложка здесь пластик будет легче по весу но нержавейку проще отмывать когда нет мочалки и фейре средства для рожига и огниво спички термомешке чтобы не отцарела с запасом а вот нож лучше иметь свой он пригодится каждый день и не по разу минимум маленький складной стоит иметь в ближайшем кармане как и флягу для воды фонарик тоже должен быть у каждого а лучше 2 налобный и обычный ручной тихая охота сплавы часто совмещают с рыбалкой поэтому если тоже хотите попробовать не забудьте спиннинг составной будет удобнее цельного он легче складывается и занимает меньше места кстати обратите внимание на сайт федерального агентства по рыболовству в разных местах в разное время могут быть рыболовные запреты на определенную рыбу могут быть особое разрешение например в карелии нет разрешения значит рыбалка будет незаконной а этим временем на своем корабле преодолел отметку в 20 километров и три часа двадцать три минуты я нахожусь на воде обстановка отличная вы знаете я думал будет хуже откровенно потому что я думал что много где придется лодку таскать перетаскивать потому что река мелкая мне казалось но на самом деле не так все страшно абсолютно плыть максимально комфортно вот я честно говоря не вижу каких-то преград дальнейших я думал кстати еще что будут какие-то завалы ну типа там переваленные деревья которые будут мешать потому что такое случается но нет нет считать три на три с половиной часа 20 километров просто умиротворение бешенейшие будем считать что у меня сейчас такой момент релакса обеденный перерыв кофе спокойствие вот это птички поют течение очень спокойно напрягаться не надо вообще это перед тем как мне придется включиться и гребсти потому что проплыть то надо немало мне еще и кофе натуральный я сам варил это не растворимый натуральный все здесь натурально видите вот эта штучка знаете откуда мне прикольная такая под кофе вот эта штучка у меня из канады я раньше до пандемии постоянно летала кто не знает кто знает только меня по вот этим туристическим travel видео у меня второй канал смапс смапс education как раз вот то чем я занимаюсь в рабочее время они вот это вот все раньше я летал постоянно на всякие выставки и зарубежные учебные заведения и они любители просто задарить какими-нибудь подарочками вот в таком стиле и кстати бывают часто что это очень нужная вещь вот видите у меня вот это вот вот это из columbia international college это рядом с торонто в небольшом городке гамильтон там есть колледж вот они мне подарили такую штучку видите друзья кто кстати плавает в москве подмосковье ну или тут ближайших районах дайте знать где есть классные места красивые что посмотреть где вы плаваете я кстати две недели назад был в карелии и покорили там же тоже сплавляются но я вот в прошлый раз катался на моторной лодке выпуск про карелию кстати поставлю вот в описании и карелия у меня наверное сейчас одно из самых любимых мест я прям там кайфу аппетит приходит поверьте на свежем воздухе после дня сплава вы будете готовы съесть что угодно даже наименее приятного участника похода и никто там не думает про кета и безглютеновое питание все уминают гречку так что за ушами трещит главное продукты не должны портиться без холодильника и быть достаточно калорийными как варианты каши к ним можно взять мед сгущенку сухофрукты орехи хлебцы и колбасы сыр лучшие копченые дольше хранятся овощная икра супы в пакетах быстрого приготовления любые крупы гречка рис булгур чечевица овсянка и макароны мясные и рыбные консервы конфеты печенье энергетические протеиновые батончики и конечно не забываем забирать всю упаковку и мусор которые оставите после еды и лагеря сплав сплавом а человеком надо оставаться всегда очень пригодятся фильтры и таблетки для обеззараживания воды минут за 15-20 они смогут сделать почти любую воду пригодной для питья но лучше все равно еще разок прокипятите если есть время конечно на всякий случай всем страдающим от повышенной тревожности и по хондрикам посвящается советую оформить страховку перед походом если у вас еще нет сделать прививку от клещевого энцефалита и собрать аптечку аптечный минимум ликопластырь и бинты жгуты обеззараживающие мазь от ожогов обезболивающие противовоспалительные антигистаминные от аллергии против простуды от кашля боли в горле и температуры жаропонижающие насморка согревающая мазь для пищеварения и от желудочных расстройств пинцет для вытаскивания клещей и будем надеяться что он вам никогда не пригодится конечно косметика и природа вещи малосовместимые никто в походе не встает рано поутру чтобы стрелки навести однако стоит позаботиться о гигиенической помаде и солнцезащитном креме и приводились забы хороший аэрозоль от насекомых желательно даже пару бутылочек друзья но я причалил значит 5 часов 40 минут я на воде провел естественно с остановками garmin мой показывает значит чтоб проплыл я 33 километра не знаю насколько все точно он показал но в принципе я так прикинул что то на то и должно получаться уже время 9 часов вечера откровенно говоря всякие насекомые комары пробивают уже броню мою поэтому надо вылазить сейчас за мной приедет машинка и я буду выезжать вот здесь вот с моста тут я буду выходить уже